Всем привет, с вами Дэн и настало то самое время, я прям чувствую, что пора, пора поговорить знаете о чем? Нет, не про Invicto, а про вот это самое, про вот этот вот логотип, лейбл, заветную надпись на всех часах мира SwissMate. Что такое SwissMate, как его можно получить, не является ли SwissMate фейком, и сегодня мы об этом и поговорим. Всегда ли SwissMate это швейцарские часы? Ну, как вы видите, Invicto у нас указывает SwissMate, и по этому поводу я решил, что пора, собственно, освежить эту тему, и давайте начнем, наверное, с самого главного, а именно мы заходим на сайт, официальный сайт правительства Швейцарской конфедерации, здесь в раздел использование Швейцарии или швейцарские в отношении часов. Последнее изменение здесь произошло 1 января 2019 года, и видите, тут есть несколько языков, я ссылочку на этот сайт оставлю, чтобы вы, если будет интересно, уже отдельно почитали, ознакомились, потому что я постараюсь сегодня быть максимально кратким и сжато рассказать то, собственно, что хочу рассказать. Ну, и давайте смотреть. Да, здесь у нас вот я выбрал английский язык, но, собственно, вы можете потом, если хотите, перевести на русский и более детально это все рассмотреть. Мы сейчас проговорим, просмотрим самое главное. Повторюсь. Ну, вот часы, да, значит, часы должны носиться на запястье, не должны быть больше, чем 60 миллиметров в диаметре. Интересно, интересно. Да, 60 миллиметров, то есть не все часы подпадают под это, да? Ну, ладно, это сейчас не самое главное. И вот определение швейцарских часов, что как минимум, как минимум следующие элементы должны быть, так сказать, техническая разработка, да, должна быть произведена в Швейцарии. Для эксклюзивных механических часов механическая конструкция и прототипирование полностью должно производиться в Швейцарии. Для часов, которые не являются эксклюзивными, ну, механические часы, да, здесь имеется в виду, значит, это механическая конструкция, прототипирование часов, дизайн, дисплей, софтвер, да, программное обеспечение. Механизм должен быть швейцарским, механизм должен быть помещен, корпусирование, да, должно быть произведено, то есть он будет размещен, установлен в корпус на территории Швейцарии. И финальная инспекция, финальная проверка должна быть произведена производителем в Швейцарии. И как минимум 60% от производственных издержек должны приходиться на Швейцарии. Ну, как понимаете, собственно, если тут вот так вкратце сказать, то есть дизайн, да, 60% производственных издержек и, грубо говоря, проверка плюс разместить механизм в корпусе, да, произвести финальную сборку и корпусирование. Ну, 60% стоимости считается в денежном вырождении, не в количественном, поэтому о том, мы с вами понимаем, что стоимость рабочей силы играет очень большую роль. Если в Юго-Восточной Азии, и в частности в Китае, она существенно ниже, чем в Швейцарии, отсюда мы понимаем, что в механизме и в часах, и в корпусах, и во всем может быть большая составляющая деталей, которые произведены в Азии. Таких примеров довольно много и таких механизмов довольно много, сейчас и на этом останавливаться не будем. Есть, например, специальные такие заготовки, которые производит, например, Сигал тот же китайский, их везут в Швейцарию и там дальше уже прикрепят к нему ротор, например, или просто установят в корпус, или там лейбл нанесут, и это уже получается у нас швейцарский механизм. И здесь важно опять же понимать, да, то есть всегда есть возможность для фантазии, то есть мы покупаем запчасти массово, да, оптовая закупка идет в Китае, например, дальше они приезжают в Швейцарию и идет уже финальная сборка. Можно опять же, да, прикрутить ротор, прикрутить механизмы к корпусу, вставить стрелки и, как вы понимаете, если это производят швейцарцы, то там как раз это все и может занять те самые 60%. Поэтому вот это вот то, что, ну, чуть больше, грубо говоря, себестоимости часов приходится на Швейцарии, это достаточно все равно размытое понятие. И по большому счету это вообще ни о чем, это вообще ни о чем. Многие швейцарские производители резко против такой ситуации, они говорят, что, ну, собственно, вот мы делаем часы на 99% сами, да, на 100% сами, как тот же Мозер, например, швейцарский. Но при этом у нас написано SwissMate и, условно, у Invicta написано SwissMate. Есть ли здесь справедливость? Ну, очевидно, что нет. И поэтому, когда покупатель покупает часы, на которых указано Swiss или SwissMate, это далеко не факт, что это, в принципе, именно и швейцарский некий продукт. Он вообще может быть, ну, практически и не швейцарский. Идем дальше, да, тут вот статья там 2, швейцарский механизм, тут то же самое примерно. Механическая конструкция, прототипирование Швейцарии. Это для тех, кто эксклюзивные механизмы и для тех, которые не эксклюзивны. Механические конструкции, прототипирование часов полностью, тыры-пыры, ну, в общем, все то же самое, да. Сборка в Швейцарии, инспектирование в Швейцарии и производственные косты 60% минимум. Ну, как вы понимаете, собственно, о чем тут говорить? Тут можно дальше читать, все переводить, но я думаю, что основное мы с вами уже это все поняли. И, вот, например, производственные издержки, что туда входит, да? Материалы, упаковка. А, исключается, да, упаковка, транспортные издержки, стоимость батарейки. В принципе, все остальное входит. Да, и, кстати, по механизму достаточно просто. То есть, вы берете спираль баланса какой-нибудь, сделанной в Швейцарии, она стоит будет больше, чем весь этот механизм, который они привезли из Китая, например. Вот, поэтому, ну, собственно, и все. И все остальное читайте сами, если вам будет интересно. А я перейду к следующему моменту, не менее важному, на самом деле. Ведь думаете, что это все касается только дешевых часов, типа Invicta, Romer, там, тот же Steinhardt, да? На самом деле нет. Большие люксовые бренды, у которых часы стоят очень дорогие, которые, в принципе-то, могли бы все производить сами в Швейцарии, а они тоже не брезгуют тем, чтобы закупать швейцарские компоненты и, там, например, японские компоненты. Например, да, есть такая компания. Есть такая компания, Nihon Semitsu Company, принадлежит группе Seiko. Она выпускает стальные браслеты для часов с 1978 года для всех японских часовых брендов и для швейцарских, в том числе, например, для Omega и Rado. И они об этом даже говорят на своем сайте. Тоже ссылочку оставлю, если вам интересно, то читайте, узнавайте. Ну, давайте тут японский язык, чтобы было понятней. Мы сейчас с вами переведем это все, да, например, на русский, да? Начал вот экспортировать ремешки для часов и европейским производителям часов, таким, как швейцарские Rado и Omega в 1981 году. Для Кассио с 1978 года, ну и так далее. Собственно, они открыли филиал в Гонконге. Ну и понятно, что производится это все во Вьетнаме, например, да? Во Вьетнаме производственная база там открылась, ну и так далее, да? Вот, роскошных часовых ремешков из чистого золота и керамики с 95-го года для Rado. Элитные, из Кальбидо-Вальфрама для Rado с 97-го года. Ну и так далее. Ребяточки, в общем, все делают. Поэтому SwissMate это настолько-настолько размытое понятие и настолько, в общем-то, несправедливое, но во многом фейковое, потому что есть, допустим, те же самые американские стандарты. И там компания, если она 95% делает в США, она и то не получает, например, Шайнола, да? Есть такая компания в США, часовая. Она и то не может получить право писать Made in USA на циферблате. А в Швейцарии, пожалуйста, вы, в общем-то, можете мутить, как хотите. И, пожалуйста, вот она у вас, в Швейцарии SwissMate. Я, собственно, для чего этот ролик записал? Не для того, чтобы там опорочить. Я именно для того, чтобы, может быть, немножечко стоит иногда снимать розовые очечки и не думать, что швейцарские часы это прямо именно вот сделано в Швейцарии. А то, что делается за пределами Швейцарии, это прямо совсем другого низкого качества. Там те же японские часы или те же китайские часы. Потому что, ну, условно, если корпуса, браслеты делаются в Китае, то, собственно, в чем разница, да? Швейцарские часы это или там японские, китайские часы? В том, что их скорпусировали в Швейцарии, ну, как бы, на станке можно скорпусировать в любой стране мира. Поэтому будьте здесь внимательны, бдительны и, что называется, с долей такого сарказма подходите ко всей этой ерунде вокруг надписи SwissMate. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.